Это второй, по сути дела, такой крупный турнир. У классиков прошел, у вольников чемпионат страны. В какой форме ребят, исходя из условий, в которых оказались все? Правильно вы обратили внимание на условия. Но пытаемся максимально извлечь все необходимые плюсы. Команды проходят учебно-тренировочные сборы. Вот девочки сейчас, вольная борьба, возвращаются из Польши. Отборолись, кстати, достаточно успешно. В том формате, который был предложен, конечно, соблюдая максимальные вопросы, связанные с безопасностью. Общеизвестный факт здесь, я думаю, лишний раз смысла нет повторяющегося. Но пытаемся. Ребята с огромным желанием. Хотят бороться, хотят выступить. Вот сейчас ожидаем решение Бюро Международной Федерации по поводу предстоящего чемпионата. Но в любом случае, в том или ином формате на мероприятие крупнейшее мировое, декабрь месяц, скорее всего, состоится. То есть, как я понимаю, скорее всего, вы примете решение отобрать элиту. То есть это не каждый желающий приедет, лидер страны. А вы, видимо, отберете по рейтингу, условно, там 16 сильнейших, может быть, меньше, да? Нет, я думаю, что возможность будет представлена всем тем, кто будет иметь на тот момент возможность коммуникации. Будет возможность представлена всем. В каком контексте будет звучать это мероприятие, это вопрос другой. Но оно будет являться крупнейшим мировым соревнованием этого года. Говоря об этом турнире, на Гран-при Москвы в каждой команде есть лидер. Я не ошибусь, я скажу, что вот Чехиркин у классиков, это вот на сегодняшний момент, вот здесь, это лидер действительно. Сейчас посмотрим, прекрасная встреча, я думаю, будет финальная между Абуазидом Манцыговым и Сашей Чехиркиным. Комарова интересно посмотреть. Молодой спортсмен, с которым мы связываем, очень серьезные надежды. Уже пора ему проявлять себя более в жестких условиях. Ну, очень перспективный. Ну, и, конечно, дружина вольников, как всегда, представлена интересными ребятами. В основном это молодые. Или те, кому предоставлена была еще одна возможность заявить о себе. Ну, пожалуйста, тренировка. Здесь основная команда у нас вольной борьбе находится, в общем, в тренировочном сборе. Поэтому будем готовить ребят, давать им каждому возможность. Олимпийские игры, я надеюсь, они состоятся в любом случае. И поэтому мы должны быть готовы во всеоружии. Хотел, конечно, слабо благодарности сказать тем, кто приехал. Во-первых, прекрасное проведение. Лучший в мире зал, который может быть. И мало того, я уже здесь старожилы в этом зале. И сказать огромное спасибо. И, конечно, ребятам престижно здесь. И, в общем-то, эстетически приятно находиться в этом зале. Поэтому, конечно, с огромным сожалению, многим странам пришлось сконстатировать факт невозможности присутствия. И будем ждать их в следующий раз. А сейчас зал согласен. С юности помнить, что борцы всегда как бы рядом с гимнастиками были. Как тело мертво без души, так спорт без искусства. Тяга к прекрасному всегда должна присутствовать. Хотя она присутствует у многих поколений. И сегодняшнее молодое поколение не исключение. Что за хохма сейчас произошла с начином куларом? Так сказать, как так можно было уснуть, чтобы не приехать на соревнования вовремя? Ну, видите, это еще раз говорит о условиях, которые здесь созданы. Настолько комфортные, что да, человек расслабился. И сон младенца, видите, как никто не побеспокоил. Ну, бывает.